Добрый день! В эфире Первого национального канала Белорусского радио и телеканала Беларусь-24 аналитический проект «Актуальный микрофон». Меня зовут Евгений Мелешко. Здравствуйте! И сразу хочу представить наших гостей. Это аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев и политолог Андрей Лазуткин. Здравствуйте! Итак, не будем предисловий долгих делать, а начнем с главной темы дня. Все ленты новостей, все мировые СМИ обсуждают выборы президента Соединенных Штатов Америки. Уже очевидно, что 47-м президентом Соединенных Штатов станет Дональд Трамп. Трамп 2.0. Он второй раз въедет в Белый дом. Для кого-то это сюрприз, для кого-то это праздник. В Европе уже появились первые комментарии и положительные, и очень настороженные в связи с тем, что Дональд Трамп станет президентом. Непонятно, что победила демократия или популизм. Сейчас мы об этом, я думаю, с вами и поговорим. Но на самом деле Запад настолько дискредитировал, подорвал доверие к понятию демократия, что у меня лично, да и у многих людей, негативное отношение к этому слову демократия. Потому что они вложили в него совершенно другой смысл, который нам непонятен, который неприемлем для нас. Но, с другой стороны, ведь Дональд Трамп тоже не подарок. Так что ждет Америку, а в силу того, что влияние Америки сегодня в мире довольно высокое, еще мы не можем сказать, что это не гегемон во многих смыслах, да? Что ждет Америку и мир в связи с приходом в Белый дом популиста, пока так озвучим, Дональда Трампа? Это действительно была очень яркая предвыборная кампания. Пожалуй, самая яркая, во многом за счет того, что кандидаты, которые дошли до финала, это были очень яркие и харизматичные люди. Я напомню, что эта кампания, она была ознаменована такими событиями, как покушение на кандидата, покушение на Трампа, которое взвинтило ему рейтинг, правда, в очень краткосрочной перспективе. Затем этот рейтинг снова снизился до своих стандартных значений, порядка 50%. И замена текущего президента, кандидата в президента Джозефа Байдена, на вице-президента Камалу Харрис. И в этом смысле заметно, что кандидаты как бы поменялись ролями. Пока была пара Байден-Трамп, Трамп занимал атакующую активную позицию, в то время как Байдена критиковали за некую сонность, его называли Сон Джо. И замена Байдена на Харрис, которая сама по себе очень яркая, смешливая, не могу сказать, что она прославилась какими-то выдающимися управленческими решениями, что она являлась каким-то эффективным менеджером, но как яркий политик, она безусловно наголу превосходила Байдена в последние его пятилетия, скажем так, в качестве активного политика. И в этом смысле компания президентская, она была очень-очень яркая. И я полагаю, что основной целью этой компании было как раз-таки нивелировать вот это послевкусие предыдущей компании, которая знаменовалась захватом Капитолия, скандалами и всем остальным. В этой связи тот результат, который продемонстрировали оба кандидата, и определенную сдержанность, которую кандидаты проявили по отношению друг к другу в последние дни перед голосованием, она говорит о том, что американская система, видимо, сделала определенные выводы и старается, ну скажем так, залакировать те пятна, которые высветились в рамках предыдущих компаний. И на данный момент, на утро 5 ноября, ей это сделать удалось, потому что мы видим довольно респектабельные итоги, мы не видим на данный момент каких-то скандалов, возможно, эти скандалы будут в рамках судебных каких-то преследований, поскольку уже заявлено в определенных нарушениях в Штатах, в части вброса бюллетеней, в части незакрытия участков после голосования, или наоборот продолжение действий, поэтому наблюдаем, как она будет развиваться. Давайте продолжим вашу мысль, вот про демократию вопрос, то есть есть она, нет ее, она исчезла уже как вид. Выборы в США, это очень дорого, то есть если посчитать бюджеты, вот совокупные, которые были потрачены на компанию, это примерно 14 миллиардов долларов. Даже 16 уже называют. Сопоставимо с белорусским нашим годовым бюджетом, дороги, мосты, больницы, все что угодно, вот идет только там на выборы. При этом, если структуру посмотреть бюджеты, то там миллиард это деньги Трампа, полтора миллиарда деньги Харриса, что такое все остальное? А остальное это деньги суперпэков. Суперпэк это суперкомитет избирательного действия, если перевести на русский. То есть вот мы с вами хозяева заводов, пароходов, и я там Илон Маск, и еще тоже какой-нибудь миллиардер. Вот мы с вами решили профинансировать какого-то кандидата. И мы не ему даем деньги, а сразу даем деньги пиарщикам, СМИ, еще кому-то. То есть это даже компания, которая не управляется самими кандидатами. То есть большая часть денег, которые расходуются, идут мимо вот этой всей партийной кассы. То есть вот Илон Маск хочет кого-то поддерживать, и он за свой счет там заказывает какую-то определенную рекламу. Рынок чудовищный. Если споставлять с нашими белорусскими реалиями, вот наша компания президентская, которая сейчас закладывается тоже в бюджет, вот один тур стоит примерно 8 миллионов долларов. Если посчитать, скажем, соотношение с американской компанией, это примерно 2000 раз разница. То есть один тур избирательной компании. Один тур, да. Если два тура, то будет 16 миллионов. Но смотрите, почему мы обсуждаем американцев, а не они нас? Ну потому что деньги выброшены такие, что того хватает этого зарева, которое полыхает на весь мир. Отсюда вот эта вся шумиха. А дальше вопрос, вот это демократично или нет. С одной стороны, да, мы сидели и гадали, кто же победит. То есть не было такого готового ответа за неделю, за две недели. Кто же, кто же. То есть вроде как какая-то демократия есть. Но если у вас нету миллиарда долларов, да, или тем более 14, то вы туда даже не подойдете близко. То есть выбрать можно только узкий круг ограниченных людей. Вот в этом, конечно, отказ от демократии. Ну, из двух людей, в принципе, несмотря на то, что кандидатов было больше, выбирают-то из двух. Ну, это ведь уже поздравил Трампа к Канаде. Да, да, да. Илон Маск, вот вы его вспомнили, он вложил, по-моему, 240 миллионов долларов в компанию Трампа как раз на все эти цели. Эта сумма не маленькая, на самом деле, действительно. Но я имел в виду демократию не в плане денег. Потому что, конечно, ведь они вкладывают и зарабатывают, причем на этом. Просто так вкладывать и выбрасывать деньги в Америке никто не будет. Там другая совершенно культура отношения к этому вопросу. И там деньги решают все, по большому счету. Ничего личного. Это бизнес. И выборы президента, как я понимаю, это тоже бизнес. Ведь логично. Это инвестиция. Это будущее развития. Но я бы хотел остановиться все равно на Илоне Маске. Это очень интересный момент. Именно его поддержка Дональда Трампа. Потому что это пример того, как уже не в первый раз республиканцы и демократы меняются базой поддержки, меняются электоратом. Я напомню, что изначально электорат демократической партии – это электорат Юга. Это была партия, которая поддерживала Юг в рамках гражданской войны. А республиканцы – это партия Большого Айба. Это партия Браама Линкольна, который был северянин. В середине XX века произошел перевертыш своего рода. Когда партия республиканская стала консервативной, стала партией Юга, партией ржавого пояса так называемого. Хлопковая партия. В то время как демократы стали партией в большей степени либеральной, и сейчас можно сказать, что у них есть определенные социалистические нотки. Ну, социалистические в американском понимании этого слова, потому что для Трампа это вообще является словом ругательным. Для нас нет. И в этом смысле Маск очень характерен, потому что изначально демократическая партия – это была партия айтишников. И если мы посмотрим даже текущие выборы, Калифорния проголосовала за демократическую партию. Но Маск, как яркий представитель вот такого вот миллионеров-визионеров, миллионеров, связанных с высокими технологиями, и его поддержка Трампа – это очень характерный для Соединенных Штатов и очень яркий симптом. Ну, понятно, все это про бизнес. Я миллионер, да, хочу построить завод в каком-то штате, в красном либо в синем. Кто мне даст лучшие условия, там, по налогам, по рынкам, по сбыту, тех я буду поддерживать. И, конечно, вот и вот так немножечко Трамп тоже подманивал, перекупал. Получилось неплохо для них. Ну, в плане опорной какой-то базы, да, то есть демократы, они хитрее действуют. Не просто они там привлекают айтишников. Вот, допустим, есть большая страна, куда мы завозим мигрантов искусственно, открываемся двери, делаем вид, что мы ни с чем не боремся, пожалуйста, приезжайте к нам. Потом эти люди приезжают в США, а дальше они получают право голосовать, не будучи гражданами. То есть у нас такие законы, что мы не проверяем у вас паспорт на избирательном участке. Вы пришли, покажите квитанцию, что вы там оплачиваете в нашем штате. Дом этого хватает, даже если вы не знаете английского, ничего не понимаете, вы уже можете голосовать. Например, по почте, где даже более того, вас не проверят еще и ваш портрет на документах, вы это или не вы, или кто-то еще. И у них вот таким образом, в плане досрочного голосования, там онлайн, либо по почте, голосуют на этих выборах половина избирателей. То есть на прошлых это было даже больше половины, там где-то 100 миллионов против общего числа 160. Сейчас 80 на 80. Ну и, как видим, побеждает Трамп, потому что все-таки меньше этих фальсификаций. Но демократы, они очень так хитро меняют электоральную картину. То есть вот мы 5 лет приглашаем сюда мексиканцев, там кого угодно, всю Латинскую Америку. Потом они у нас голосуют, а приходя на участок, ну человек, может, даже английского не знает. Но он знает, что Трамп обещает построить стену, всех депортировать, всех выгнать, а что он плохой. Надо голосовать за Харрис. Вот самые такие банальные технологии. Любопытно, что при этом эмигранты во втором поколении, которые уже укоренили в Соединенных Штатах, в том числе латиноамериканская диаспора, она трампистская. Потому что она боится конкуренции со стороны нелегальной миграции. И вот эту карту, которую Трамп разыграл в отношении стены, она направлена как раз-таки на поддержку и попыткой заручиться электоратом эмигрантов, который уже, с одной стороны, укоренился в США, с другой стороны, испытывает определенное давление в части конкуренции за рабочие места, за пособия со стороны тех мигрантов, которые прибудут дальше. Кстати, вопрос эмиграции, это один из основных вопросов был споров, дебатов, которые поднимались в ходе этой избирательной... Этот и аборты еще. Аборты. Ну, для нас это не актуально, почему-то для США это вопрос жизни и смерти практически. Они говорят о женских телах, которые должны быть свободны. Ну, ради бога, это их история. Вот как раз я про ту демократию, которая для нас неприемлема. И ценности у них несколько иные. Мы их не можем, наверное, просто не понять даже, а понять можем, а принять, наверное, сложно. И не нужно, потому что у нас совершенно другие традиционные ценности. И мы говорим, что надо рожать детей, а не убивать, да, зародыша. Извините за такие подробности. Но еще ведь есть вопрос экономики. Это, наверное, важнейший вопрос. И ведь Трамп, как бизнесмен, он любит сделки, он любит говорить о деньгах, он думает все время о деньгах. И он заявлял в эту избирательную кампанию, что основное, на что он сделает упор, будучи президентом, это благосостояние американского народа, экономики, поднятие экономики Соединенных Штатов. Мы сделаем Америку снова великой. Это еще и про экономику самой страны. И, наверное, вот это сыграло... Это сыграло очень большую роль. Почему? Потому что экономический блок в программе у Трампа был однозначно сильнее, чем у Камалы Харрис. Харрис, в принципе, критиковали за то, что она сосредоточена на вопросах, не связанных с экономикой. Дополнительно в пользу Трампа сыграло то, что он является оппозиционным кандидатом, как, в общем-то, прецедент, потому что все-таки Камала Харрис представляет многом Джозефа Байдена, текущего президента. И президент, и кандидат, который находится в оппозиции к основному, ему всегда на руку экономические проблемы, а в Соединенных Штатах в самом деле фиксировался значительный рост цен, в том числе цен на бензин, цен на продукты питания, которые не удалось замедлить в последние месяцы перед выборами. И на этом фоне получилась такая довольно неудачная для демократической партии ситуация, когда Джозефа Байдена не воспринимает уже всерьез, он заявил о том, что он уходит с президентской гонки, соответственно, он уже как бы такая хромая утка. В то время как Камала Харрис вместо того, чтобы заниматься экономикой, занималась тем, что ездила по предвыборным митингам, ралли, так называемая, как это говорят в Америке, и получилось, что страной никто не управляет. Конечно же, это было не так, но медийная картинка была именно такая. И штаб Трампа воспользовался этим, обрушил всю критику, и это, безусловно, дало ему значительное количество голосов, потому что экономика, она осталась вне поля зрения, ее пытались, скажем так, замылить эти вопросы, вопросами абортов, другими вопросами, и получилось так, что это вызвало только раздражение у американского избирателя. Вот даже если наша аудитория учила в школе английский язык, например, пускай кто-то немецкий, ну вот мы с вами, например, троечку хотя бы знаем, пару слов, и вот послушали бы Трампа какое-то выступление, мы бы там все поняли, каждое слово, потому что его речь и темп речи ориентированы на очень такого простого, очень среднего, очень малообразованного американца. А ему надо по-простому объяснять, что же будет с экономикой. Там все просто, это дешевый бензин, это главная тема, ну и там желательно, да, чтобы, значит, мексиканцы не забирали у нас работу. Но опять же, то есть мексиканцы это дешевая рабочая сила. Вот Трамп построил забор, а потом лужайку вот выстригли за 200 долларов, да, с помощью мексиканцев, а теперь надо за 300 ее стрищим. Вот эти вот простые темы, они туда-сюда перебрасывались в рамках кампании для самого простого электората, потому что если объяснять там что-то про Каспий, про коридор север-юг, про Иран, про Ближний Восток, американцы даже не представляют, что это, где это. А Трамп объясняет, ну вот есть плохой Путин, но если я с ним договорюсь, у вас будет дешевый бензин. И народ счастлив, да, голосуем, идем. Вот так и получилось. Так вот, не окажется ли так, что Трамп, начиная исполнять свои обещания, занимаясь внутренними проблемами, а их там выше крыши, что Трамп меньше будет уделять внешнеполитическим вопросам, и не окажется ли так, что, с одной стороны, кому-то это будет на рапу, ну, надеюсь, нам и России, а Европа сегодня действительно несколько, хотя и ожидаемо это было, но несколько в шоке. Оба кандидата пока еще, ну, в общем-то и кандидат, и победивший кандидат, они так или иначе должны будут сосредоточиться на вопросах переформатирования внешней политики Соединенных Штатов. Эта тема зрела даже не в кондиции предыдущей Трампа, это еще со времен Обамы, поскольку и текущая архитектура безопасности в Европе, она требует вмешательства в США, и США активно вмешиваются. При этом, опять же, обе администрации настроены на оптимизацию расходов. При Байдене мы это наблюдали за счет выхода Соединенных Штатов из Афганистана, это явная оптимизация ресурсов, потому что было слишком дорого там находиться. Трамп в открытую заявляет о том, что США нацелены на своего рода изоляционизм, когда мы занимаемся внутренними проблемами, а проблемы Европы мы решаем другими методами, то есть те проблемы, которые есть у Европы, должна решать сама Европа, но определенный контроль все равно остается за США. Это немножко другая система, это система, которая не характерна для последних 30 лет, когда США очень активно вели себя на континенте. То есть оба так или иначе векторы в этом плане совпадают, токсически по-разному выглядит видение этой ситуации у демократов и у республиканцев, но цель в этом смысле одна – сбросить издержки, оставить, зафиксировать прибыль. И для нас это важно таким образом опосредственно, то есть меняется отношение США с Европой, а Европа нам ближе. И через это нам не важно, как по большому счету относится к нам Трамп, нам важно, как Трамп относится к Европе, потому что с Европой так или иначе какой-то диалог нам вести необходимо, потому что это наши соседи. Я добавлю, что вот мы внимательно слушали там, допустим, тему Украины на выборах американских. Что там будет, непонятно вообще. То есть вот по их ответам Трамп говорит, ну, у меня есть хитрый план, но я не скажу какой. Все. Трактуйте как угодно. Он обещал за 24 часа прекратить войну, еще не въехав в Белый дом. В принципе, можно сегодня это начинать делать. Да, к концу дня уже ждем, ждем. Харрис спрашивает, что будет в Украине. Тоже ответ, все будет здорово, все будет классно, а при Трампе все будет плохо. Что будет здорово, как вы будете это заканчивать или продолжать. Тоже никаких нормальных ответов. Ну, во-первых, это неважная тема для внутренней политики. Во-вторых, конечно, я думаю, они сами пока не знают, какой там будет курс, есть советники, которые все это будут определять. Ну, вот ваш вопрос, да, внутренняя повестка или внешняя, какое будет соотношение? То есть Трамп заканчивал свою каденцию массовыми беспорядками. Там подняли движение негритят, БЛМ, когда там в каждом штате жгли, грабили магазины, там была такая настоящая экспортированная уже в США цветная революция с протестами, с такими локальными майданами, с грабежами. Это было для нас прекрасно. То есть если Трамп даже побеждает, вот ему сразу же устроят точно такие же внутренние проблемы. И что бы он там не хотел сделать по Европе, где-то еще там, по Ближнему Востоку, его будут тормозить вот такой внутренний гирей на ноге. Так что я думаю, его ждет очень интересно 4 года. Но вообще поляризация в Соединенных Штатах, общество поляризация сейчас колоссальная на самом деле. И вполне возможно при объявлении, вот пока у нас идет эфир, может быть уже и объявят что-то. Хотя еще некоторые штаты там Невада будут считать, наверное, долго, может быть, не один день. Не исключено ведь, что могут быть беспорядки снова. С любой стороны могут их организовать как демократы, так и республиканцы. У Трампа опыт уже есть. И за это ему ничего не было, не считая мелочей. Локальные эксцессы могут быть, но все-таки более вероятна попытка решить эти споры в каком-то более институциональном формате, то есть в формате каких-то судебных исков. Потому что, повторюсь, эта система получила определенный стресс-тест на прошлых выборах. Это было воспринято крайне негативно. И американским обществом оно фактически получило травму, я имею в виду штурм Капитолия. И в этой связи все-таки ожидается немножко другой контур борьбы, контур борьбы через суды. Плюс не надо забывать, что кроме президентских выборов еще прошли и выборы в Конгресс, где также республиканцы. И смена Верховного суда произойдет явно. Смена Верховного суда, да. И в Палату представителей, и в Сенат. И на этом фоне республиканцы, получая преимущество, сейчас основной торг идет за конфигурацию внутри действующей системы власти. И попытки проигравшей элиты, элиты демократической партии разместиться в новой системе власти. В этом Америка на самом деле сильна. Потому что так или иначе выборы, если не считая гражданской войны, не считая… Где тоже, кстати, если мы говорим о каких-то серьезных перетрубациях в американской истории, после гражданской войны генерал Ли, его никто не преследовал. Он, в общем-то, насколько я знаю, достаточно респектабельно читал лекции. И вот попытка разместить проигравшую элиту в рамках выигравшей элиты – это то, чем именно сейчас в эти часы занимается американский эстеблишмент. Я думаю, что Трамп-то ничего не забыл и не простил. Вот его пытались как раз посадить накануне выборов. И вообще… Сколько там, 90 делал там? Я бы сказал, что да-да-да. И наши всего-то оппоненты, которые почему-то ориентируются на демпартию, если брать, и Украину, и наших соседей на Западе, нашу иммиграцию белорусскую. Вот они все почему-то Трампа не любят, неизвестно почему так. Это загадка, на самом деле. Либо их формировала в большей мере демпартия, да, либо, может быть, есть пожелания там каких-то заказчиков, с которыми они изначально работали. Но для них Трамп явно всех нежелательный кандидат. То есть только поэтому, ну, для нас это большой плюс. А в плане американского внутреннего расклада, то есть там, конечно, с этой стрельбой в голову, да, и все прочее, ну, конечно, это как раз нарушение вот того консенсуса, который был раньше, что да, вы проигрываете, мы мы мываем руки и говорим, там, спасибо, это были хорошие выборы. Да, теперь так не происходит. И Трамп как раз, я думаю, он как человек такой волевой, харизматичный, ну, попытается всем обидчикам раздать по серьгам. То есть, с одной стороны, конечно, когда в него стреляли, он риторику мести сразу убрал. Не было такого, что это вы, гады, меня тут собрались уморить. Но, возможно, значит, если будет какая-то хорошая возможность с контролем еще и Сената, да, где республиканцы тоже победили, ну, думаю, счеты будут сводить. Не без этого. Но он очень сильно, имея в виду, Дональд Трампа, он очень сильно поменялся со времен своей первой кондиции. Потому что на первые выборы он шел как своего рода трикстер. Это был такой, ну, не хочется говорить, чертик из табакерки, джокер, скорее, да. И он был очень эксцентричен, а с тех пор он институционализировался. И появилось такое понятие, как трампизм, которое, скорее всего, Трампа переживет. Потому что у него очень сильный вице-президент, который в чем-то более радикальный, чем сам Трамп, с очень интересной биографией, очень интересно вписанной в американскую элиту. И это инвестиция в будущее. При этом сам по себе Трамп, он уже не выглядит на этих выборах как какой-то вот такой эксцентрик. То, что он избирается второй раз, в американской истории уже был такой период. Был Говард Кливленд, президент конца 19 века, который выиграл выборы, затем он проиграл выборы, а потом он снова выиграл выборы. То есть здесь тоже никакого уникальности в Трампе нет. И он сейчас будет себя показывать как системный американский политик. И как системный американский политик, я думаю, он воздержится от каких-то резких решений. В том числе решений по вопросам Ближнего Востока и Украины. Все-таки Ближний Восток, кстати, для США – это более приоритетный вопрос, чем вопрос Украины. И в этой связи, конечно, о 24 часах говорит, ну, это ориентация на внутриамериканскую аудиторию, которая опять-таки вот мы сейчас быстренько порешаем. Да, это безусловно популизм. Мы сейчас порешаем все вопросы, связанные с внешней политикой, чтобы нас ничего не отвлекало от экономики. Потому что электорат Трампа, ну, так называемый водопроводчик Джоя, официантка мэрии, простая вот эта, не обязательно даже уже белая Америка, просто простая трудящаяся Америка, которая парадоксальным образом голосует за капиталистов, что странно на самом-то деле. Потому что, ну, все-таки Трамп – это человек, это жесткий бизнесмен. Ей надо было простое решение. И простое решение, вот оно в рамках выборов было озвучено. Но в самом деле обсуждать его как то, что за 24 часа что-то решится, ну, разумеется, нет. Это не во власти Трампа. Ну, мусорщик Трамп, сотрудник Макдональдса Трамп, он делал то, что считал нужным, и у него звериное чутье на… Ну, это известный ход, это как прокатиться в общественном транспорте. То же самое, кстати, и делала Майя Санду в рамках молдавских выборов. Это известная технология, показать ближе к народу. Я вот смотрел выступление Трампа в его лагере, скажем так, в лагере его сторонников. Трамп во время избирательной кампании и Трамп, который вышел после того, когда понял, что он уже, в общем-то, въезжает в Белый дом второй раз, это сдержанный, это уверенный в себе лидер нации. Вот у меня сложилось такое впечатление. И я надеюсь и поддерживаю ваши слова, что возможно, у него в его риторике теперь уже президентской будет несколько иная тональность. И возможно, мы увидим другого Трампа, не того Трампа, который был в прошлую каденцию. Но ведь Трампа всегда обвиняли в том, что он пророссийский, раз. Во-вторых, Россию обвиняли всегда в том, что она вмешивается в выборы Соединенных Штатов. Доказать это и вообще осознать это очень сложно и подтвердить или опровергнуть. Но вот как вы считаете, может быть, вот эти все заявления для Трампа, во-первых, очень даже сейчас полезны для того, чтобы вести диалог, а с Россией придется вести диалог, тут никуда не денешься, правда? А во-вторых, это и такой плюс и рычаг у Путина. В каком смысле? Путину не нужно было ничего делать, чтобы показать, что мы-то можем и Америку развалить. Вы же сами это придумали. Это обратная сторона медали. Или я не прав? Я полагаю, что в целом то, как в Соединенных Штатах подавалась возможность российского вмешательства, это огромная стратегическая ошибка ради выигрыша в тактике. То есть на короткой дистанции вы действительно компрометируете своего оппонента, вы компрометируете Трампа с тем или иным успехом. Но в рамках облика Америки это очень серьезный удар по имиджу. Получается, что ваша система безопасности, система электоральной безопасности, система национальной безопасности, можно сказать, шире, она позволяет якобы проводить вот такие вот интервенции со стороны страны, которую вы позиционируете чуть ли не главным вообще мировым врагом. И таким образом Россия вмешивается в выборы, это компрометирует в первую очередь саму Америку. И заявления такие, они компрометируют тех лиц, которые сейчас должны отвечать за американскую безопасность. Что касается того, что диалог Трампа с Путиным может быть более близким, чем у Трампа с Харрис, пожалуй, да. Ну, во-первых, они оба приблизительно одного возраста. Трамп старше. Но в целом у них как бы был опыт предыдущего диалога. То есть они друг друга знают. Боевой опыт. Да, у них есть некий боевой опыт. И, наверное, несмотря на вот опять же вот эту такую яркость Трампа, всё-таки чуть меньше эмоциональности. Потому что Харрис себя показывает как ещё менее предсказуемый политик. То есть то, что ей вменялось в вину… Наверное, уже с другой стороны нет смысла особо её обсуждать, потому что она проиграла. Но тем не менее, она всё-таки была во многом продукт своих советников. Она была продукт тех политтехнологий, которыми были вложены. И её внутреннее содержание, если оно вообще какое-то было, оно оставало и загадкой. То есть с Трампом понятно, его психологический портрет он так или иначе составлен. И понятно, как диалог с ним вести. С Харрис было бы сложнее. Ну вот мы с вами говорили про денежку. А вот 16 миллиардов долларов – это вроде как много. А бюджет военный, года военной операции на Украине примерно 140 миллиардов долларов. То есть в 10 раз больше. То есть если так посчитать деньги, то вроде как Россия могла бы там даже кого-то купить. Да, но Путин очень все аккуратно делал во время избирательной кампании. Не было никаких резких заявлений. Даже похвалили Харрис специально, чтобы Трамп сказал «посмотрите, да они вообще вам за демократов». То есть никакого вмешательства в мою пользу нет. Явно, что Путин таким образом очень косвенно подыгрывал всё-таки Трамп. То есть на него рассчитывали. Но дальше, если откручивать, вот хорошо это всё или плохо, да, то есть смена там условно демпартии на республиканцев. Ну, как раз вот на белорусско-российском поле у нас построились хорошие отношения только благодаря Байдену, который начал свой срок с того, что Путин убийца, мы с вами будем воевать. Ну и Беларусь, понятно, санкции и всё остальное. Это нас сблизило, потому что появился одинаковый вектор по отношению к США. До этого наши государства по отдельности пытались наводить мосты с Трампом. И вроде как с Америкой отношения улучшились. Помните, Помпео к нам приезжал в ПВТ. Такая уже была дружба, да, полгода целых. Но потом нас начали с Россией постоянно вот так вот сталкивать. Потому что вот, типа, мы с вами сближаемся, давайте от Китая отходить, давайте от русских отходить. Вот это, конечно, для нас не очень хорошо. То есть надо сохранить те наработки, которые были за последние 4 года, и чтобы при Трампе наши союзные все проекты не развалились, а работали дальше. Я думаю, что спина к спине, как сказал президент Лукашенко, по-другому уже не будет. Это в общем, да, для российско-белорусских отношений это как раз хороший вариант. Но в плане того, что мы не должны тоже делать каких-то резких телодвижений. А Трамп может ли он что-то поменять по Украине? Мы посмотрим. Если там будет хороший для России размен, ну что же, это здорово. Потому что воевать никто не хочет. А вот если, скажем, он продолжит вот эту операцию военную на каких-то еще более жестких условиях, такой тоже может быть. Хотя Зеленский там себя повел максимально некрасиво. И помните, было второе покушение, где был человек, который пытался в Азов завербоваться, ездил в Киев. Ну как Трамп после этого будет давать им деньги всем? То есть предпосылки хорошие для нас. Ну посмотрим. Это все покажет только время. Ну тут я вот добавлю, может быть, что касается Украины, этих 24 часов, вполне возможно, что, ну это так, рассуждение, да. Вполне возможно, что Трамп и с такой инициативой, коли он ее заявил, выступит и скажет, поставь жесткие какие-то условия и одной, и второй стороне, да. Скажет Россия, вот мое предложение или условие, неважно, как это будет звучать, по отношению к вам выполняйте. Зеленскому скажет, вот это нужно сделать. Рычаги на Зеленского у него колоссальные. То есть или ты делаешь, или я прекращаю помощь, любую финансовую и военную вооружение. Ну какие условия Россия он выставит, ну тут можно только гадать. Ну санкционный список у нас огромный, его можно и расширять, и сужать. Как в принципе в вопросе и с Европой. Если сегодня Трамп как бизнесмен начнет вводить новые тарифы, как он и обещал, и что делал в прошлую каденцию, свой прошлый президентский срок, если он начнет вводить тарифы 20-30% на товары, то я думаю, что при торге, а он любит торг и любит сделки, при торге, когда он опустится до нужных ему 10%, для Европы это будет сказочные условия будут, ну а для Трампа это само собой то, что он хотел, то, чего он и добивался. В целом, да, рычаги воздействия Трампа, они были заявлены еще до выборов, они просчитывались. Это экономический блок и военный блок. В отношении Украины это было озвучено напрямую, снижение экономической поддержки и снижение военной в случае, если Зеленский не хочет договариваться. В случае Российской Федерации, если Россия не захочет договариваться, Трампом было сказано, это большая поддержка Украины, наращивание вооружения и санкций в отношении России. Для Европы это снижение определенного протектората со стороны США и введение тарифов. То есть, по сути, один или тот же инструмент применяется только с разных сторон для всего большого евразийского континента. Это довольно выверенная, на самом деле, такая стратегия, которая, может быть, не бьется в целом с таким классическим американским подходом, но она понятная. И вопрос, в какой мере можно будет ее применять. Ну, часть из этого популизм, потому что свернуть полностью поддержку Украины – это ударить по своей же промышленности, потому что ВПК раскручивается. И это, опять же, Трамп, как бизнесмен, понимает это лучше других, что это очень хорошее средство заработка, потому что американские компании на этом очень сильно зарабатывают. Я напомню, что Украине же не поставляется просто деньги. В Украине поставляются товары, которые производятся в Соединенных Штатах, и произведенные товары таким образом раскручивают, в первую очередь, не экономику Украины, они раскручивают экономику Соединенных Штатов. И Трамп, как бизнесмен, может просто взвесить риски и выгоды и понять, что вообще-то это как бы очень даже и неплохо. Давайте, ребята, продолжать. Ну, если помните, летом проходили контакты Орбана с Си Цзиньпином, а потом с Трампом. То есть, вот там еще был Путин, и все это замыкалось вроде как в какой-то договорняк по Украине, как это подавалось. Что это было такое? Ну, скорее всего, обсуждали заморозку по текущей линии фронта. То есть, видимо, уже тогда, на момент лета, был некий консенсус. Но что потом происходит? Происходит Курская операция украинская. То есть, они сделали вот этим нападением невозможную заморозку по линии фронта. Потому что что с Курском тогда делать? И посмотрите, сегодня они до сих пор там зубами держатся. То есть, все боеспособные части бросаются на Курское направление. Зачем? Видимо, задача Зеленского в условиях прихода Трампа избежать вот этой быстрой сделки. То есть, они, возможно, будут работать еще на какую-то эскалацию дальше. Для этого есть ресурсы сегодня Украины. То есть, не надо, понятно, там проблемы у них на фронте, но еще там достаточно боеспособных соединений, чтобы создать какую-то новую проблемную точку, условно, на Брянщине или на Харьковщине, где-то еще. И вот если они пойдут по пути дальнейшей эскалации, это усложнит любые переговоры. То есть, понятно, что Зеленский это не его кандидат. То есть, они рассчитывали на Харрис, поэтому они будут ставить палки в колеса любой нормализации. И надо учитывать еще и фактор Украины. Про это, кстати, наш президент много говорит, что вроде как уже все готовы к замирению. Там и Европа не сильно против, и Трамп, я думаю, тоже. Но вот все упиралось пока в Зеленского. Поэтому этот фактор тоже мы не убираем. Ну, дай бог, чтобы здравый смысл возобладал. Я надеюсь. И я думаю, что надеются уже все, уже уставшие от этого конфликта Европа, да и Соединенные Штаты понимают, здравые люди понимают, что конфликт надо этот заканчивать. Все равно он когда-то закончится. Рано или поздно это произойдет. Пришло время вопросов и ответов, комментариев. Наши слушатели очень активны. Вот как высказался наш один постоянный слушатель, он сказал, хоть Америка далеко, но влияние ее все-таки большое. И один из слушателей привел слова Марка Твена. Америка всегда за свободу слова и демократию, но тогда когда-то согласуется с интересами самой Америки. Это действительно так, когда мы заговорили о демократии в Америке. Наши слушатели, конечно, впечатляют цифры, которые потрачены на избирательную кампанию, которая проходила в Америке. Одни озвучили 3,5 миллиарда. Андрей назвал еще сумму побольше. Они говорят, боже мой, вот эти деньги голодающим детям рт в Африке. Разумное рассуждение, конечно. Никак не могут все-таки понять высказывания, одно из первых высказываний Трампа. Наши слушатели, его, в общем-то, желание не развязывать войны, а скорее положить им конец. Вот мы уже это обсуждали, что-то невозможно, в общем-то, сделать 24 часа. Это, конечно, прожекты. Вот. Наши слушатели вспомнили о том, что вот где-то почитали буквально одно из последних сообщений, что ЕС, мы уже говорили, как Европа может отреагировать и какие могут быть моменты в Европе с приходом Трампа. Вот на 7-8-е там собирается саммит ВС, обсудить, какие там могли бы дальнейшие шаги именно с точки зрения сотрудничества. И в связи с этим вопрос G20 скоро в Рейде-Жанейро. Какими могла быть там расстановка сил? Как там может быть пойти разговор в связи с приходом Белый дом Трампа? И там, конечно, будут играть первую скрипку. Как бы вы ответили на этот вопрос? Я напомню, что Трамп пока еще не пришел в Белый дом. Впереди инаугурация, и она состоится не завтра. Вот именно спрашиваю, кто же там будет представлять. И в этой связи период до инаугурации, он крайне важен, потому что это как раз тот период, когда, в общем-то, так или иначе, все глобальные игроки, они могут попытаться повлиять на ситуацию, пока ситуация находится в секторе, скажем так, стратегической нестабильности. Это касается и возможной эскалации военных конфликтов, или, наоборот, попытки свертывания. И вот этот период до инаугурации, он и определит тот расклад сил, в котором стороны подойдут уже к большим каким-то глобальным саммитам, к большим событиям, которые нас ждут в следующем году. Ну, если как-то более конкретно, то есть, конечно, венгры открывают шампанское. Вот они заранее ориентировались на Трампа, показывали, что мы готовы с ним работать, в пик у Демпартии, и, конечно, в Европе у нас от этого усилится наш союзник. Это неплохо. Дальше, если посмотреть на поляков, да, то вот раньше Венгрия и Польша тоже были два союзника, пока там была партия «Право и справедливость», проигравшая выборы. Новая партия, Дональд Туск, уже отстроилась на демократов. Вот им опять ломают эту картину связи с США. То есть, мы сможем через Венгрию условно как-то наводить мосты там с Польши, пока там, возможно, будут там президентские выборы и прочее. То есть, шансы для нас увеличиваются в этом плане. Но в целом нам выгоден не просто какой-то один кандидат, а сам по себе некий кризис в рамках там двадцатки, семерки и так далее. То есть, чем будет более непредсказуемая политика США в отношении союзников США, ну, тем будет лучше Россия и нам тоже в принципе. Поэтому, ну, посмотрим, да. То есть, вот много говорили про Ближний Восток накануне. Оказалось, что арабы в итоге поддержали Трампа в США местные. Почему так получилось? Ну, потому что он съездил отсюда в Скараево, ну, там договорился, значит, его там лучше воспринимают, чем женщину-кандидата, понимаете. Там ислам, там другой подход. И вот эти вот вещи удивительные, они могут тоже немножко, в том числе арабская поддержка, сдерживать эскалацию еще и на Ближнем Востоке. То есть, ну, какие-то есть предпосылки нормальные и там, и там, и по Украине, и по Ирану. Но будем надеяться, что все-таки этих войн не будет, да, с чем мы начали наш вопрос. Вот он обещает это все закончить. Ну, обещать и жениться, вы знаете, это разные вещи. Вопрос еще от наших слушателей. Они, в общем-то, смотрят ленты наших беглых и говорят, что ставка была у наших беглых все-таки на Харрис, и чуть ли там ее не пытались поздравлять. До того, когда начинались одни из первых, в общем-то, сообщения о каких-то там итогах в каких-то штатах. Вот как там будет разворачиваться, спрашивают у нашей оппозиции беглой ситуации, в связи с, в общем-то, новым президентом в Америке. Ну, это и надо спрашивать оппозиции, это теперь их проблемы. Я понимаю, что тут у них надо спрашивать, но вот тем не менее. Вот слушатель задает вопрос конкретный. Ставка на Харрис, она понятна, потому что в текущем своем изводе оппозиция формировалась при демократической партии, ну, нынешняя ее, скажем так, итерация, я имею в виду беглую оппозицию. И в этом плане, конечно, Трамп, который во многом атаковал повесточку, которая еще зарождалась при Обаме, который все-таки так или иначе адресует каким-то традиционным ценностям Америки, он, ну, мягко говоря, не сочетается с… имеет некий внутренний стержень, он в этом смысле, конечно, крайне экзотичен. И для беглой оппозиции, вероятно, является более разжижающим. Плюс вопрос финансовый. Ну, кто деньги дает, тот и танцует. Раз так сильно топят Захарис, будем называть вещи своими именами, ну, значит, все понятно. Я бы еще сказал, что когда были первые выборы Трампа, вот они все тогда были за Хиллари, точно так же. То есть это проблема, которая тянется уже несколько лет. И Трамп, если помните, он даже не поддержал в итоге протесты в Беларуси. Он молчал как рыбка, типа, ну, это все плохо, ну, вот мы никого не поддерживаем. Почему так получилось? Потому что группировка, которая сформирована, она все-таки ориентируется на Демпартию. В плане краткосрочном это дает им некие бонусы. То есть женщину подводили к Байдену, там, как-то они там поговорили возле туалета, разошлись. Ну, вроде как все хорошо, победа. Но дальше ваша победа оборачивается поражением, когда меняется хозяин Белого дома. И там уже Трамп скажет, так вы что, работали вот с этими вот, значит, я с ними работать не буду. И это двухпартийный подход. То есть меняются все начальники, меняются все каналы финансирования. Даже сотрудники спецслужбы, которые курируют там направления отдельные, там, Восточной Европы, тоже будут заменяться. И нам такая перестановка, конечно, очень выгодна. Это правда. Кстати, Илон Маск, насколько я понимаю, возглавит агентство, я не помню, как оно называется точно, в функции которого будет как раз оптимизация кадров в госструктурах. И я думаю, что как раз вот то, о чем вы говорите, повлияет. То есть Маск повлияет на то, кто будет работать и как, в том числе и на внешнем контуре, правда? Да. Один из эффектов этой кампании, о котором говорят американские аналитики, то, что государственные органы Соединенных Штатов, они все больше и больше становятся партийными. То есть становятся государственные органы демократической партии, становятся республиканской. Поскольку внешняя политика, так или иначе, она осуществляется в том числе и президентом, то Трампу, как человеку, которому, скорее всего, неинтересна вся эта возня оппозиции. Он не будет, это немножко не в уровень, он не будет в это вникать. Харрис, возможно, ей по каким-то внутренним причинам все-таки это было бы ближе, и она бы больше, поскольку эта тема, на самом деле, примитивная и простая, она сосредоточила на ней бы чуть больше внимания. Трамп все-таки, его интересуют глобальные вопросы. И в этом смысле, да, конечно, победа Трампа вызывает некое беспокойство в рядах беглой оппозиции в этой связи. И тоже нужно еще вспомнить Украину, то есть то, что последние там полтора года происходило, вот вся наша, типа, белорусская оппозиция, это был такой маленький прицеп к украинской теме, то есть они обеспечивали информационное сопровождение контрнаступа, диверсионной деятельности, терроризма, то есть все вот эти вот планы победы, которые здесь якобы реализовывались экстремистически, вот это все шло через них, но это была, скажем, работа с украинским заказчиком. Поскольку Украина отстраивалась тоже на демпартии, вот они все равно волей-неволей работали тоже на демократов. Сегодня нет денег уже на второе вот такое масштабное контрнаступление, нет денег на такое же информационное сопровождение, диверсионную работу. От этого у них у всех последние там полгода зубы просто на полку, нет денег. Но при этом было бы логично, да, сказать, что демократы, вы же нас вот кинули, да, денег больше нет, давайте мы будем за Трампа. Ну мы знаем факты по диаспоре, например, да, что там есть отдельные сторонники, единичные Трампа, они вот пытались в майке выходить там, показать, что вот мы за Трампа, а их не показывают, не подсвечивают до выборов. То есть это, видимо, все-таки продолжается линия работы с демпартией. Ну что ж, значит, этим надо пользоваться и показывать, что вот они вообще никчемные, то есть даже не имеют спонсора нормального. Надо их хорошо проводить наши белорусские выборы в этом ходе. Это правильно. Ну наши беглые, они умеют перебываться в воздухе, насколько я понимаю, так что тут, ну ничего удивительного. Сегодня, если бы была победа Харрис, те, кто ходил в майках с изображением Трампа, уже одели бы заготовленные майки с Харрисом. Это естественно. Это никого не удивляет. Самое главное из нашего разговора, мне кажется, то, что мы, наверное, все-таки должны прийти к выводу, что Соединенные Штаты десятилетиями поучали, вмешивались в дела других государств, творили чудеса с цветными революциями. И, может быть, хотя мы не питаем иллюзий, наконец-то повзрослевший, скажем так, Трамп, придя в Белый дом, займется своими проблемами, проблемами собственного государства, проблемами собственного народа, и меньше будет лезть туда, куда его не приглашают. Это была программа «Актуальный микрофон». Я Евгений Мелешко, а наши гости сегодня были аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев и политолог Андрей Лазуткин. Спасибо вам за разговор. Спасибо. До встречи. Берегите себя.